Паша, у нас тут еще с тобой пара индивидуальных тренировок, куча новых лайков и еще нам предлагают принять участие в фестивале. Класс! Да, супер! Привет! Так мы обычно решаем с Пашей какие-то важные дела. Паша еще обычно делает какие-нибудь волны для меня. Сегодня мы с вами научимся делать акростул, в котором достаточно комфортно находиться и, в общем, быть, жить. Да. Ну что, мы вам покажем, как это делается. Для этого паза ложится на спину и выпрямляет ноги 90 градусов. Да, вот этот тот самый угол, который мы с вами уже обсуждали в теле. Ноги и туловище создают ровный угол 90 градусов. Очень важно, чтобы крестец пазы лежал на земле. Итак, для начала мы подходим к флайеру на уровне его ушей. Я хватаю ульяну за щиполотки, поднимаю свои ноги и подставляю свои ступнику ульями к подходу. Я просто сажусь, как на обычный стул. И выпрямляет ноги пазом. Перехватываем до ступни. Мы можем здесь найти более удобную точку, на которой будет сидеть. Да, то есть здесь у нас получаются ровные линии, да, то есть вы здесь можете найти две абсолютно ровные линии. А от моих пальчиков рук мы прорисовываем линию по моему туловищу, по его ногам до самого пола. И вторая от моих колен до его плеч, тоже другая ровная линия. Ноги базы тоже держите над... То есть ваши ноги должны быть перпендикулярно полу. Не уводите вперед, вам будет так неудобно и некомфортно. Партнерша, то же самое, не уводите назад, иначе вы теряете... Ощущение, что падает назад, точно страшно. Ощущение, что потеря. Устойчивость. Держите ровно. Для тех, у кого не очень хорошая растяжка, вы можете ваши колени держать чуть согнутыми. Но главное, что руки прямые, и ваш партнер должен ощущать, что вы его держите крепко, уверенно. Угу. Попробуем, может быть, пару раз сделать отжимания. База отжимает колени, сгибает колени, сгибает руки, делает отжимания. Раз. Два. Три. Четыре. Отлично. Ну и во время схода у нас есть волшебное слово «сходы». Если кто-то из партнеров сказал, это волшебное магическое слово «сход», это значит «сход». Это значит, мы делаем перехваст рук и ступней. База берется за щит. За щит. И партнер сгибает свои колени и возвращает флайер на то же самое место. И мы можем попробовать сделать сегодня также положение трона и быть настоящим королем. Для этого мы подходим к партнеру вот таким образом. и флайер чуть раскрывает ноги, чуть раскрывает бедра вот таким как бы положением колени в сторону. База ставит свои пальцы ног по внутреннему шву партнерши флайера. То есть пальцы упираются на внутреннюю часть бедра, не по внешнюю сюда, а по внутреннюю. И именно только пальчики первоначально касаются бедра флайера. Мы держимся руками у флайера пальцы вперед, у базы сбоку. У нас руки прямые, как будто бы мы готовы на отжимание, но на самом деле мы сейчас не будем отжиматься. Мы сейчас будем прыгать. Обязательно руки прямые, обязательно. Это опора вашего флайера. Моя задача сейчас будет прыгнуть так, чтобы мои пальцы улетели сюда вперед, чтобы я увидела свои ноги впереди. И я реально помогаю ему прыгнуть. За счет моего прыжка ему становится легче меня поднять вверх. Поэтому если я делаю вот такой прыжок, какой-то очень маленький и мелкий, то ему тяжело меня будет поднять. Я ему помогаю, несмотря даже на свой небольшой вес. И я проявила руки прямые. Вот видите, теперь полностью вся ступня базы на бедре флайера. И ноги мои прямые потом сгибаются и уходят в такой схват. Да. База сгибает колени, чтобы флайер мог занять вертикальное положение корпуса. Ваши ступни мягкие. Если вы жестко будете цепляться ей в заднюю поверхность бедер, ей будет не очень приятно. Дальше здесь замок. Обратите внимание, где расположены ступни у базы. Это такое удобное положение. Не в сторону, не сильно вовнутрь, а именно в середине. Вот. Держим. Наш флайер. Натроним. Прекрасно. Давай еще раз покажи. То же самое, да? Давай мы отложим сход. Вперед. Ноги раскрываем. Да. Опять же широко, как первоначально. И возвращаемся на теннис. Так. Выпрямляем. Ручки прямые. Да. Обращаем ваше внимание, что база держится пальцы ног по внутреннему шву. На внутреннюю поверхность бедра, бедер справа и слева. И дальше флайер. Держок от плавеля. Оп. Ножки вперед. Заход ногами. И отпускаем руки. Вы можете попробовать, если будем мыть одну ножку. Опа. Другую ножку, если у вас хорошая, если вы можете дотянуться даже. Хорошо. Соединяем руки и возвращаемся. Не забудьте поднимать свою базу. Могласим подняться. Супер. Хорошей вам практики. И будьте королями и королевами вашего бомба. До встречи на следующих занятиях. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»